здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер события в россии в украине сегодня мы беседуем с российским историком политическим аналитиком публицистом общественным деятелем доктором исторических наук валерием соловьем валерий дмитриевич добрый вечер добрый вечер коллеги и доброго дня всем зрителям и слушателям валерий дмитриевич мы очень рады что в очередной раз мы с вами беседуем потому что это всегда интересно это всегда точно и как будто познавательно для того чтобы понимать вообще что сегодня происходит в россии спасибо за приглашение валерий дмитриевич а вы как историк знаете что цифры в истории имеют огромное значение то есть когда мы говорим 22 июня мы прекрасно понимаем о чем идет речь когда мы говорим 9 или 8 мая мы тоже понимаем о чем идет речь 1 сентября не всегда не все точно знают поэтому такой вопрос 24 февраля этого года как вы думаете почему владимир путин а начал военные действия в отношении украины именно а в конце февраля казалось бы не очень хорошая погода не очень хорошее время для начала военных действий для него это что-то значит вообще он подвержен магии чисел и по крайней мере он рассчитывал к 9 мая не просто завершить эту операцию операцию носить на украины вообще планировалось на неделю от силы уже через 72 часа предполагалось что путин объявит о том что его основные боевые задачи решены 9 мая он хотел завершить целый цикл операции который включал бы в себя помимо украины молдову и по всей видимости страны балтии но что касается именно начала конкретной даты вам скажу так что между 10 и 12 февраля он окончательно принял решение о том чтобы начать операцию против украины и возможно последующие операции но что касается самого конкретного часа он назвал его только 23 февраля дело о том что американцы американская разведка пыталась отсрочить наступление россии тем что она постоянно сообщала очень точную информацию о том когда это приблизительно начнется и путин который очень боится быть манипулируемым решил перехитрить американцев решил перехитрить британцев и начать все внезапно ожидали что это произойдет чуть-чуть позже приблизительно на рубеже февраля-марта вот он захотел всех перехитрить ну была ли здесь какая-то привязка к 23 февраля не берусь судить возможно возможно он сказал шоегу и герасимову что это вот вам подарок подарок российским вооруженным силам начинайте завтра утром коллеги а валерий дмитриевич наша история вот начала 21 века уже разделилась до войны но нет еще понятия после войны к сожалению вот вы сегодня вы валерий соловей другой человек после 24 февраля или все-таки тот же по у меня это очень сильно повлияло к сожалению повлияло не в лучшую сторону это конечно же выбило из колеи хотя я знал что это должно произойти но до последнего я в это не верю понимаете ум и психика этому сопротивляются они сопротивляются тому чтобы невозможное вдруг стало возможным а невероятное осуществилось на наших глазах тем более такое ужасное невероятное поэтому да я конечно изменился я пережил сильный стресс и сейчас к нему адаптировался я пытаюсь извлечь уроки уроки как человек как личности как историк как гражданский политик гражданский деятель до на будущее я считаю что это очень важные уроки сейчас я них и не хочу их инвентаризовать все перечислять но вы правы это очень точный вопрос что изменился я думаю мы все изменились не все это просто заметили пока что но некоторые переживают те кто переживает очень остро эту ситуацию хотя в целом адаптация за три месяца уже произошло коллеги валерий дмитриевич вы многое говорили до начала войны и мне кажется многие слушатели аналитики где-то даже снисходительно относились к вашим словам я знаю по другим интервью в нашем в нашей студии как вы считаете война в украине явилась ли триггером того что будет следующие полгода да безусловно именно вот этот конфликт вы знаете что в россии снова война запрещено употреблять это можно называть только специальной военной операции или иными эфемизмами да вот этот конфликт это противостояние но безусловно стало и станет триггером для всех последующих перемен насколько я знаю эти перемены должны начаться приблизительно приблизительно с осени этого года и скорее всего скорее всего что не означает наверняка они начнутся с верхушечного политического кризиса а затем последуют другие изменения так что да это путь путин положил проложил путь открыл путь переменам и в общем гибели режима который он создавал завершится это все именно гибели демонтажом созданного им режима в этом уже нет сомнений у меня по крайней мере да и у многих других наблюдателей тоже валерий дмитриевич а все весь мир буквально наблюдал заседание совета безопасности это довольно позорное зрелище для очень многих политиков я имею дуратических политиков которые состоят в окружении владимира путина на ваш взгляд я понимаю что все прекрасно понимали что это снимается и так далее и так далее но может кто-то из окружения путина был резко против войны кто-то может это высказывал потом уже как говорится поддержал публично нет публично никто не высказывался хотя были люди которые высказывались очень радикально в частности вы наверное обратили внимание что не показали выступление генпрокурора красного он был чрезвычайно радикален своих высказываниях настолько что его даже пошли за лучше не показывать возможно если бы они говорили наедине с путиным кто-то из них мог бы очень осторожно попросить еще немного обождать нет никто бы не возразил это абсолютно исключено надо понимать что ну поведение нарышкина это наглядно показалось что это сервильные существа которые не могут просто возразить у них нет духа у них нет никакой силы в узком кругу патрушев мог бы попросить допустим обождать хотя он как раз был в курсе всего он был одним из немногих высших сановников который знал что операция начнется что решение принято и его совет безопасности готовил выкладки для этой операции ну наряду с министерством обороны естественно коллеги а в продолжении предыдущего вопроса смотрите это все очень опытные люди а даст люди достаточно умные как бы мы к ним не относились прошедшие ну хорошую школу многие из них и выходцы из кгб фсб почему они так струсили почему они показали вы понимаете их смотрели же по всему миру cnn по моему даже это показывала ведь результат очень плачевный даже удивительно плачевный ну почему они так струсили вы знаете работа вместе с владимиром владимировичем под его руководством и наблюдение за его манеры поведения за тем что происходит с теми кто ставит под сомнение решения вождя в данном случае вождя в кавычках их отучили сопротивляться и выступать против просто отучили это нормальный прошу прощения процесс деградации человеческой и разложение человеческого материала что касается того как была ситуация видите ли план на военной кампании он выглядел иначе тот план который разработал начальник генштаба валерий герасимов не предполагал непосредственного вхождения российских вооруженных сил на территории украины по крайней мере в течение месяца в течение месяца предполагалось наносить удар авиационные артиллерийские ракетные по украинской военной инфраструктуре и по критически важной гражданской инфраструктуре и только через месяц когда просохнет почва предполагалось начать наземную операцию но путин дал приказ 23 февраля совместить оба этапа поскольку ему доложила разведка что украина рухнет тут же как только российские солдаты перейдут границу так что ну справедливости ради справедливости ради да вот сапоги как называют у нас военных чекисты их называют сапоги они в общем понимали что происходит а уж почему чекисты клали на стол такие сводки ну так они пострадали в частности пятая служба фсб которая отвечала за оперативно-аналитическое сопровождение операции в украине пострадала главное управление разведки по крайней мере часть этого управления и это только начало процесса который наметил путин он хочет расквитаться с теми кто как он считает его подставил кстати министр обороны с точки зрения президента россии вы тоже поставил министр обороны уже через неделю после начала операции находится в опале он только номинально является министром обороны исключительно номинально он на всех заседаниях молчит и поддакивает больше ничего не делает коллеги а валерий дмитриевич а в последнее время можно так сказать активизировался в своих высказываниях дмитрий медведев можно ли образно сказать что его сняли с крючка и разрешили как буратино значит проткнуть нос этом носом значит это занавеску в это в комарке папы карло получил ли он такую возможность да у него есть такая возможность на это смотрит даже поощрительно но надо понимать мотивы дмитрий анатольевич а в том что он как человек входящий в окружении путина знает что владимир владимировичу осенью придется резко сократить объем выполняемых им полномочий и что осенью ранее осенью позднее осенью может быть ранней зимой власть начнет переходить в руки госсовета его еще нет ну должен быть создан и в этом госсовете будут первую скрипку естественно играть силовики но исходя из ситуации которая сейчас сложилась в россии и складывалась последние 20 лет дмитрий анатольевич хочет показаться для них своим вот из человека который все время помните говорил свобода лучше не свободы он хочет показаться но не если не ястребом какой из него ястреб ну ястребком ну маленькой хищной птичкой знаете таким взъерошенным воробьем хищным воробушкам и он хочет гава он говорит то что как он считает им нравится вот это вот агрессивная лексика которую для него не только нетипично но она вызывает честно говоря глубокий когнитивный диссонанс и никто ему естественно не верит но это индикатор это индикатор того куда и как будут переползать перемещаться переливаться власть по вот поэтому за за медведем стоит наблюдать и не смеяться то есть содержание в его речи может быть и стоит посмеяться но над ним как над индикатором нет коллеги а валерий дмитриевич вы сами пересмотрели какой-то свой прогноз насчет того кто же все-таки поборется за власть ну госсовет все-таки это группа товарищей но там кто-то будет рулить оркестром кто-то будет руководить на кого бы вы сказали нужно обратить внимание более в нем более тщательно в первую очередь на николая патрушева секретаря совбеза вот в мае путину предстоит операция не самая тяжелая но и не очень простая и он сказал что в узком кругу и патрушева первоначально что на то время пока я буду без сознания и восстанавливаться после операции полномочия доверяю патрушева то есть патрушев естественно да но в соубезе это точнее между группировками представить путин слабеет смысл соубеза это сохранить путинизм без путина но это невозможно потому что нет второго путина в россии не будет поэтому естественен конфликт напряженность конфликт а напряженность уже сейчас существует между теми группировками которые составляют российскую элитку конфликт этот будут разворачиваться несомненно и есть люди которые скрыть метят до сказать стать преемниками но это естественно пример министр мишустин ему сказать по должности положено это естественно собянин естественно обратите внимание как он себя ведет сейчас очень по деловитым он вообще никак не высказывается об этой вот специальной операции он молчит он занят исключительно городской повесткой он хочет оказаться приемлемым для всех не хочет вызывать раздражение ни у кого не у путина не у запада не у российских элит и в общем ему это пока удается медведев как я сказал уже минутой раньше который хочет войти в ту же самую реку вот он панар считает конечно наивно считать что он понравится силовикам не скажет дмитрий натуре да ты на то человек о котором мы мечтали помните в библии в евангелии сам превратился в павла а здесь павла превратится в савла жестоковырного фарисея вот такая деградация но я наоборот ну кто-то еще наверное будет патрушев он присматривает место для своего сына вот для дмитрия который нынешний глава ментельхоза но это не встречает поддержки но понимаете мы окажемся в такой ситуации я думаю когда путин начнет слабеть что вот с точки зрения в сегодняшнего дня все прогнозы они скорее всего обрушится возникнет что-то непредвиденное но поначалу может быть все будет развиваться более или менее планово или как говорят штатно а потом скорее всего все полетит к чертям причем чем дальше тем больше будет лететь чертям как обычно в россии всегда и бывает все казалось стабильно зацементировано на десятилетия а потом вдруг в течение всех трех дней до могущая российская империя великий советский союз все взяла и рухнула я думаю что привисно так же будет происходить и сейчас коллеги а валерий дмитриевич вот несколько недель назад даже не по моему неделю назад министр иностранных дел лавров высказался в антисемитских таких выражениях чем создал международный скандал я имею виду есть естественно израиль и россию как вы думаете это было его решение да или это было согласованное решение с путиным или для путин это была полная неожиданность ему пришлось значит вот это тоже еще вопрос извинялся ли путин перед беннетом беннетом или нет премьер-министром из как вы думаете насколько я знаю путин принес извинения ну или по крайней мере то что он сказал было воспринято как извинения путин вообще но если не иуда фил то израиль и фил он к израилю относится очень позитивно это первое второе что касается того было ли это хитрой игрой со стороны лаврова согласованность президентом нет ничего подобного потому что на другой день путин его как раз во время видеоконференции в рамках свой бизнес просил зачем ты это вообще сказал лавров не нашелся чем ответить ему нечего было сказать мое предположение оно очень простое дело в том что министр находит в состоянии очень сильного стресса особенно после 24 февраля стресс он снимает с помощью традиционного русского средства которые от у нас одновременно в россии и релаксант и стимулятор как вы знаете ход ведь и говорят что он постоянно находится под воздействием ну вот его фраза там отношения журналистов недавно идите павлинов спрашивайте понятно что чек на взводе постоянно поэтому он сказал то что я бы назвал глупостью но лавров не антисемит вот никто не сможет меня убедить в том что лавров антисемит он не крипто антисемит он не антисемит отношение к израилю насколько я знаю тоже позитивное но просто мид сказать желая защитить своего шефа поддержать ринаме поступил очень глупо на другой день он стал развивать эту линию горитях там еврейские наемники воюют бок о бок с нацистами но большего идиотизма большего идиотизма сказать вы понимаете было просто невозможно я про я вот развел руками ну вот надо же я всегда учил студентов если вам нечего сказать вы помолчите вы тогда хотя бы не можете у вас есть шанс остаться умным человек и показываете собственные глупости как к сожалению глава департамента информации печати мида мария захаровых демонстрирует свой характер и свою интеллектуальную мощь ей это нравится она получает от этого огромное наслаждение ну и в общем она тоже пристрастно к этому релаксанту стимулятор это в миде не секрет все это давным-давно знают коллеги валерий дмитриевич то что показывали путина во время парада 9 мая во первых что вы увидели на экране сидящего человека рядом с так называемым ветеранами потому что но мне удивительно по возрасту как-то они немножко не тянут и вопрос который я хотел задать в конце но задам сейчас как вы считаете путин счастливый человек знаете он сейчас человека помните у стругацких понедельник начинается в субботу была такая формулировка глубоко вот там полностью удовлетворенный вот путин полностью неудовлетворенный вот полностью не удовлетворенный до 24 февраля еще 23 он много наверно сказать жизнь удалась жизнь удалась один из богатейших людей мира один из самых влиятельных все меня боятся все хорошо ну все прекрасно хороший дом хорошая жена что еще надо чтобы спокойно встретить старость но тут знаете принято решение сакраментальное решение и все стало сыпаться ну какие он может сейчас испытывать эмоции кроме отрицательных все пошло не так все что он готовил все на что он надеялся все что он леле вот это вот миссия всей его жизни восстановление великого советского союза все коту под хвост а ведь он говорил же узком кругу я не хочу чтобы на мою могилу приходили только чтобы поссать это это цитата и и вот и он хотел сделать что-то такое монументальное чтобы навсегда войти в учебники истории но он в них вошел точно владимир точно теперь навсегда записал за собой место в учебниках истории мы это уже знаем в этом уже нет никаких там в отечественных но имеем в российских и в учебниках европейской истории но естественно украинских я уже не говорю но стоило ли какое счастье какое тут счастье я все-таки вас все-таки поставлю вас в такое положение как бы чтобы вы точнее ответили все-таки не счастлив или счастлив с моей точки зрения насколько я знаю он глубоко раздражен и не удовлетворен поэтому вот я знаю что обычно счастливые люди в общем они спокойны и стабильны понимаете да вот мы с вами сидим и улыбаемся но это по крайней мере говорит о некой внутренней гармонии а вот а что касается первой части вашего вопроса там по поводу видеть ветеранов ну понятно какие то ну какие то ветераны ну может быть там условно они были детками это младенцами должны были быть наверное в сорок пятом году судя по возрасту но что обратило конечно мое внимание значит это то что путин выглядел не лучше этих людей которые старше его выглядел вот как раз на их возраст второе если бы вы обратили многие обратились что он не использовал правую руку вообще она была прижата у него когда он шел более того он возлагал цветы монументу городам героем одессе и киеву левой рукой владимир владимирович правша он не левша ну это как раз проявление паркинсона да когда у него непроизвольный тремор возникает ему надо руку фиксировать наконец третьих не было воздушного парада почему потому что путин испугался он отменил воздушный парад ему сообщила разведка ну контрразведка что возможно совершение там не исключено точнее не исключено совершение теракта но естественно во всех других городах за исключением двух или трех воздушный парад тоже отменили чтобы это не выглядело понимаете слишком нарочито в москве чтобы это не выбивалась из общего ряда ну и наконец-то техника которую показали на параде ну она старая она старая ее было мало ну понятно где находится основная часть техники сейчас вот это то что обратило мое внимание ну и да мы все говорим о каких таксессуарах об атрибутах извините а ведь содержание его речи она произвела угнетающее впечатление на силовое крыло вот на тех людей которые всегда были в опорой они сказали мы от него вообще кровопролитие ждали он сейчас скажет что это война до победного конца все для фронта все для победы что-нибудь в таком духе а что-то невнятное меня лично насмешило как историка он там упоминая о великой отечественной вспомнил китайских солдат и китайских партизан ну слушайте речь шла во второй мировой 1 сентября бы но мне бы было понятно ну тут там день победы китайский китайский партизан я понимаю что это конечно там реверанс сторону большого азиатского брата этой огромной панды ну но это не то чего ждали понимаете и и вот люди именно из-за силового крыла люди сторонники жесткого курса они оказались крайне разочарованы они вообще им сейчас разочарованы потому что все ради чего последние годы там в россии уставился этот жесткий режим значит коррупция но у нас же лучшие вооруженные силы и я на это попался но не только я эти на этот пиар попался весь мир что мы там с помощью этой второй армии мира решим целый спектр боевых задач вы же помните аналитики говорили киев через 72 часа через 48 часов упадет не там не позже и вдруг оказывается 2 армия мира это украинская совсем не российская а если еще вооружить эту украинскую армию кто знает может быть она и первой окажется надо ли уж так украины теперь ступать в нато показала что наверно она бы могла их сама защитить свой суверенитет ну я говорю об этом со смехом но вообще-то это конечно вещи трагически откровенно и то что происходит в соседней стране соседней с россии не чужой для меня и наполовину украине у меня там родня у меня там друзья которые мне пишут и пишут что вот только что прозвучал сигнал отбой значит отбой воздушной тревоги это мои друзья мне пишут что мы должны испытывать но что испытывают они те миллионы десятки уже миллионов людей которые сдвинулись мест переехали границах ли украины или покинули украин это трагедия это самая крупная трагедия 21 века и видимо вообще после окончания второй мировой войны самая крупная трагедия о последствиях и и стратегических я просто вообще не хочу сейчас говорить вы понимаете это могут достать а валерий дмитриевич да мы сейчас уйдем на на короткую рекламную паузу вернемся и продолжим нашу замечательную беседу интересно спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ее ведущий эдуард брумер и геннадий и мы продолжаем беседу с российским историком а политическим аналитиком публицистом и общественным деятелем доктором исторических наук валерием соловьем валерий дмитриевич с нами да я с вами коллеги на связи а валерий дмитриевич продолжая тему владимира путина чтобы просто более понимать что происходит как вы думаете кто из зарубежных лидеров с кем у него хорошие отношения а кто имеет на него хоть какое-то влияние и кто вот для него стало болезненным такое резкое может быть какое-то отрицательное отношение к нему ну он ожидал что отношение к нему резко ухудшится это естественно было предполагать но поскольку он рассчитывал что это будет бритскрик то потом мол значит мир вынужден будет смириться с ним и более того он будет вызывать еще больше восхищение ну страх естественно и восхищение что касается референтных для него фигуры конечно си дзиньпин значит он считается с ним но он ненавидит его это очень важно понимать потому что си дзиньпин его несколько раз унизил это было в узком кругу но в общем это известно путин конечно такие вещи не прощает он с уважением относится к эрдогану считает эрдогана таким почти равновеликим но они по психотипу похоже это это заметно он всегда уважает по должности президента соединенных штатов но именно по должность это не вопрос личности но скажем с трампом было проще чем с байденом и проще чем с обамой это тоже понятно ну так или иначе президента сша он уважает на всех остальных он пожалуй смотрится высока значит макрон для него просто мальчишка там шольц германский кастлер это вообще недоразумение ну и в этот ряд вы можете продолжать почти до бесконечности путин считает что именно он самый энергичный самый хитроумный или точнее он считал так вот до последнего времени что он превзошел всех и своих хитрых планах значит он всем им найдется соответствующее место то есть унизительное место он вообще глубоко презирает людей глубоко презирает но за исключением может быть группы своих давнишних товарищей которым она относится симпатии и он очень хороший друг ну а все остальные для него так расходный материал как ним еще относиться олеге валерий дмитриевич на своем канале валерий соловей кстати мы всем нашим радиослушателям рекомендуем смотреть на ю тубе это вы начали цикл передач страна невыученных уроков и сегодня я лично смотрел второй выпуск очень интересно а почему все-таки россия страна невыученных уроков было много очень хороших историков перечислять не надо от карамзина до кастомара кастомара лавров да нормальный вопрос у меня ощущение такое как я сам историк до по образованию и наверно по складу мышления историки хорошие ученики скивертая у нас же помните у достоевского дайте русскому мальчику карту звездного неба у на другое утро вернет ее вам исправленные вот такие у нас ученики особенно числа политиков понимаете здесь очень важно вот что понимать со скажем поколение советских мидеров она пережила войну и они были чрезвычайно боязли в отношении всего что могло бы спровоцировать масштабный конфликт сейчас в мире у власти находится поколение людей это не только к россии относятся вообще ко всему миру у которых нет никакого личного опыта переживания войны хотя бы детского вот сейчас к сожалению у украинцев появится и для этих людей война вообще допустимо и я уже не говорю о том что в россии ну и вообще в мире война очень часто воспринимается сквозь призму компьютерных игр кажется что у тебя много жизней а когда начинается конфликт оказывается что это не так что это все прошу прощения жизнь ваша разово и она на поле боя не стоит ничего ну и в целом еще наверное в россии конечно очень мощная пропаганда наработала последние 20 лет успешно и судя по тому что я наблюдаю последние месяцы она достигла апогея в обработке человеческого сознания честно скажу я специалист по пропаганде но и не ожидал что если столько лет капать на мозги то можно их разрушить некоторых случаях способность к логическому мышлению причинно следственным связям разрушена полностью какая здесь история вообще российское общество вообще истории отечественной не знает у нас знает только две даты это 9 мая 45 года потому что это центральный пункт советском по третичкой и постсоветской прошу прощения по третичке пропаганды и семнадцатый год это вам никто не назовет сейчас уже даже месяц ну месяц может быть назовут но дату революции уже не назовут больше ничего не знаю россия страна с куцом историческим образованием с очень плохой исторической памятью возможно потому что это историка постоянно переписывалась во всем мире нет непредсказуемое будущее вы помните эту шутку классическую советских времен а россия страна с непредсказуемым прошлым это чистая правда ну и какая охота вам учить историю такую непредсказуемую уже прекрасно понимаете в общем многом чем можно было бы сказать но это фундаментальный факт вот то что ну потом честно говоря европейцы ведь тоже не очень хорошо осваивают историю вот после четырнадцатого года они что не сделали они что-нибудь какие вели там судьбоносные санкции они пытались держать путина они знали к чему дело идет но они же его уговаривали они уговаривали вы же прекрасно знаете более того и 24 25 февраля они уговаривали украинцев особо то не сопротивляться ну есть же уже доказательства этого что вы говорили немецкому там немецкий министр министр экономики если мне память не изменяет да что он говорил значит своим украинским визами то есть вообще с извлечением уроков из истории плоховато часто бывает во всех странах но не всегда ну россия видимо на этот раз оказалась к сожалению сожалению рекордсменом или чемпион но и такой знает негативное чемпионство коллеги а валерий дмитриевич вот продолжая эту тему значит российского общества то что пропаганда влияет на российское общество мы всегда задаем вот беседуя с российскими и писателями и политическими деятелями и журналисты мы задаем один и тот же вопрос а должно ли российское общество нести коллективную ответственность за поддержку вот этой войны в украине или на ваш взгляд это индивидуальная вещь вообще общественная вот ответственно ответственность я понимаю я я не сторонник концепции коллективной ответственности коллективной вины я повторю знаменитую фразу она и и приписывает только гановичу то стали ну у каждой ошибки есть фамилия и имя отчество фамилия и имя отчества есть у каждого преступления том числе совершенного на поле боя или после боя и у каждого политического решения ответственность индивидуально но я оставляю за людьми права который не причастны к решению не причастны к преступлениям брать на себя право брать на себя моральную ответственность за произошедшее. Но это всегда добровольный выбор. Вот я считаю себя морально ответственным за то, что я не смог объяснить нашему обществу, что может произойти. А я ведь говорил об этом. Вы помните, у вас я рассказывал. Я рассказал, куда все идет, что готовится, чем очтивато. Это не моя вина, но это моя ответственность. Но я сам ее на себя возлагаю. Поэтому я предлагаю, чтобы ответственность всегда была индивидуальной. Другое дело, что поскольку решения принимали люди, которые являются лидерами страны, то, наверное, в последствии на межгосударственном уровне, в каких-то правовых международных документах не может не быть зафиксирована какая-то доля ответственности государства, от имени которого эти решения принимались. Но это международно-правовой процесс, который вряд ли будет простым. Вы прекрасно понимаете. Но я не сторонник коллективной ответственности и тем паче коллективной вины. Потому что это демонизирует, это демонизирует нацию, это демонизирует страну. Это лишает у нее вообще шанса подняться, вы понимаете. И в принципе, даже в отношении нацистской Германии от этой концепции ну, в общем, отказывались. Опять же, я упоминал Сталина, он сказал, что Гитлеры приходят и уходят, а германский народ, германская нация остается. Ну, понятно, что в действительности это все было не совсем так, было сложнее, но так или иначе, нет. Тот, кто на себе возлагает моральную ответственность, да. И есть ответственность, которую возлагают политические, правовые, уголовные инстанции, да. Вот это я признаю. Она безусловно должна быть. За это надо нести ответ. Просто абсолютно необходимо. Коллеги... Валерий Дмитриевич, а вот в юриспруденции есть такое понятие, как косвенная вина, да. Можем ли мы это применить в отношении Бориса Ельцина, который в операции преемник, значит, выбрал Владимира Путина на вот эту большую должность? Есть ли вот это вот, как сказать... Историческая его ответственность? Историческая доля вины вот в том, что Россия получила вот такого человека? На ваш взгляд? Я не сомневаюсь, что в будущих учебниках истории, в будущих монографиях такую линию проведут. У меня в этом нет сомнений. Но вы прекрасно знаете. Это вот как в нашей жизни. Ты что-то начинаешь, кого-то назначаешь, кого-то призываешь, значит, кому-то оказываешь протекцию, но ты не знаешь, как это обернется. Ты не можешь до конца это знать. Тем более, что произойдет спустя более 20 лет. Это точно невозможно предвидеть. Поэтому я понимаю, что историческую ответственность на Бориса Николаевича возложат. У меня в этом нет сомнений. Но я более или менее знаю, как этот процесс тогда проходил. Я знаю людей, которые сыграли в этом решающую роль. Я знаю. Возможно, они возьмут на себя моральную ответственность. Я бы сказал, морально-политическую. Вряд ли она будет подлежать когда-либо правовой оценки. Тем более, там, скажем, в суде. Но если они возьмут морально-политическую ответственность, я считаю, что это было бы, наверное, правильно. Правильно и достойно. В конце концов, даже если мы не знаем последствий своих шагов, очень часто мы не можем предвидеть, мы положили начало определенной цепочки, определенной причиной следственной связи. И общество нас с результатами все равно будет связано. Но это неизбежно. Но, понимаете, тут еще это как раз касается истории. И в данном случае вполне применимо. Для того, что люди всегда оценивают по финалу. Вы можете быть каким угодно в начале, в середине, гением, красавчиком, умничкой. Все при вас будет процветать. А что, при Путине не процветало в первые два срока? Да все было вообще прекрасно. Ну, по большому счету. Но важен всегда финал. Вот как вы завершаете, исходя из этого, вас оценивают и люди, и история. И так было, так будет. И мы это изменить не сможем. Коллеги? Валерий Дмитриевич, как-то неделю назад очень незаметно из мест не столь отдаленных вышел Алексей Улюкаев. И вышел, как мне кажется, как-то очень вовремя. Напомню просто, что семь с половиной лет у него, по-моему, был срок. Даже больше. Даже, по-моему, больше. Но вот как-то очень, даже не было никакого слива. После пяти лет отбывания, не знаю, законного, незаконного наказания, он вышел. Как вы думаете, почему? А может быть, здесь нет никакой конспирологии? Ну, знаете, может быть. Улюкаев писал письма Путину, что он может сейчас пригодиться Владимиру Владимировичу. Пригодится в двух аспектах. Как советник в области финансово-экономических вопросов. Он очень хороший специалист. Так и как человек, имеющий некоторые связи на Западе. Вот сейчас у России есть несколько эмиссаров, которые пытаются как-то найти пути выхода из той ситуации, в которой оказался Крем. Это Чубай с этим занимается, Кудрин занимается. В принципе, теоретически, мог бы Улюкаеву. Но дело в том, мне сказали, что он вышел, ну, честно говоря, в неважном физическом состоянии. Что, наверное, в этом возрасте и после российского лагеря, ну, наверное, неизбежно. Поэтому, по крайней мере, требуется какое-то время ему, чтобы восстановиться. А я не уверен, что время уж так ждет. Потому что ресурсы сторон, ну, по крайней мере, ресурсы российской стороне в конфликте, ну, скорее, иссякают, чем увеличивается. А у Украины эти ресурсы могут увеличиваться. Собственно, они и будут увеличиваться и говорить о военной и технической сторонах. Поэтому, Улюкаев, да, он нужен. Он может оказаться востребованным. Это правда. Валерий Дмитриевич, для Диана Александрова Лукашенко складывается впечатление, что он практически поселился в Москве. Как многие шутят, Владимир Путин ему показал еще не все музеи, которые в России есть. На ваш взгляд, сможет ли Владимир Путин уговорить Лукашенко открыть, ну, второй фронт, если можно так сказать, против Украины? Или все-таки Лукашенко кремень? Вы знаете, чем дальше это затягивается, тем меньше шансов, что Лукашенко продавят. Он вообще ведет себя как первостатейный, знаете, такой вот колхозный мужичок наглец, который требует деньги, он требует, причем у него железный аргумент. Я же твой единственный союзник, Владимир Владимирович. У тебя больше нет. Израиль же. Израиль далеко я рядом. Понятно, да? А с другой стороны, а в союзник, а что, а что, а зачем? Я же тебя с тыла прикрываю, с тыла от НАТО прикрываю. Как же так? Ах, меня с тыла прикрывают. И вот он так себя ведет, и вы знаете, это удивительно, но прокатывает. Прокатывает. Казалось, что, дело в том, что ведь в марте, ну, в феврале, в феврале точно, Беларусь была практически оккупирована. Там стояли российские части, части вторжения, ну, для этой операции. Да? Ну, они все ушли. И Лукашенко там самоходом освободился. И вот он, значит, он, кстати, пытается сейчас наладить какие-то переговоры с западными странами, насколько, значит, через Ватикан. причем он говорит, что я готов, типа, уйти, но только дайте гарантии безопасности мне и моей семье. То есть, он сразу на нескольких шахматных досках играет, как опытнейший гроссмейстер. Ну, жаликовата, конечно, фигуру он то, то прячет в кармане пиджака, то достает, вы понимаете. Ну, так что, нет, его не дожмут. Уже нет никакого, у него нет никакого смысла пригибаться. Но деньги он будет клянчить, требовать, настаивать, и, скорее всего, получит. Коллеги? Валерий Дмитриевич, передача заканчивается такой вопрос, если можно коротко. Можно ли закрыть Россию и повесить амбардный замок на дверь? Можно попробовать, но это вряд ли получится. Слишком большая страна, слишком много людей и слишком большой природный потенциал. Она необходима. Она необходима. Возможно, через какой-то период охлаждения, неизбежен. Отношения будут восстанавливаться. Если продолжая эту тему, можно ли сказать, что вот эти мировые бренды, ну, в течение, допустим, возьмем пять лет, могут вернуться при смене, будем так говорить, руководства, если Владимир Путин уйдет, могут ли они вернуться в Россию в том объеме, в котором они были? Да, они вернутся. Через пять лет они вернутся гораздо раньше. Вот как раз бренды-то, они вернутся быстрее всего. Восстановить доверие будет сложно. Доверие на межгосударственном уровне, вы прекрасно понимаете. А бизнес, ну, к сожалению или к счастью, ну, к России, может, к счастью, он довольно циничен. И как только в России сменится режим, да, на более прагматичный, более прагматичный, более миролюбивый и более открытый, бизнес из Южного возобладает. Валерий Дмитриевич, уже заканчиваем, но все-таки еще один вопрос. Флагманский корабль Москва затонул. А другой корабль, по-моему, отбирал Кузнецов, его еле дотянули, значит, до места приписки. Да. А куда вообще тогда плывет тот корабль, который еще на плаву? Российский корабль. Знаете, у Синеки, лучше ответить фразой Синеки, что горе тому кораблю, который не знает, куда плыть. Вот сейчас это горе. И вполне серьезно. Да. Валерий Дмитриевич, огромное спасибо за это интервью. Мы с вами не прощаемся, с вами всегда интересно, всегда на связи. Будем на связи. Берегите себя, здоровья, всего самого наилучшего. До встречи. Всего хорошего, до следующего раза. Спасибо. Спасибо. До свидания.